И получается, что в связи с этим личного времени как такового теперь уже нет вообще? Нет. На какие-то интересы приходится забить? Да, накануне своего мэрства я купил себе, заказал себе гитару. Во-первых, дело в том, что я умел, ну как бы умея играть как все, то есть там так играть на гитаре, а впоследствии пошел учиться у мастера для того, чтобы он научил меня. И мне хотелось писать композиции, эти мысли, которые у меня там приходили с музыкой, с песнями. Но я их не мог реализовать, потому что они все время, ну скажем так, уходили в одну и ту же историю с этими тремя блатными аккордами. Ну это так условно говоря. И поэтому я решил учиться заново играть на гитаре. То есть фактически это левосторонняя игра, ну как играет там Пол Маккартни, играл Крутка Бэйн, ну и на самом деле самая известная левша это, наверное, Джимми Хендрикс. Вот, то есть они все играли на обычных гитарах, просто перевешивали струны и играли. Я себе заказал специальную гитару такую, которую не нужно перевешивать струны и перестраивать ее. И, ну откровенно говоря, не очень долго ей занимался. И вот она до сих пор лежит и ждет моего времени свободного, чтобы я ей позанимался. Поэтому времени, я говорю всегда, что у меня хобби это сон. Всегда не хватает времени на хобби. Есть возможность хотя бы там чуть-чуть прикемарить, я там в машине. То есть поездки, например, в Киев, я отключаю телефон и просто пока еду сплю. Поэтому кого-то может, ну как бы, иногда эта дорога выматывает, меня наоборот. То есть я в любом состоянии могу спать. А, ну вот получается, что постоянно занят и только можно отключиться, когда спишь. Желание плюнуть, разораться, хлопнуть дверью, выйти и сказать, да и провались этим супропадом. Ну, периодически посещает меня такое желание. Но, как сказать, это же миссия все-таки. Как там говорят, у самурая нету цели, у него есть путь. А что мотивирует? Вот именно вот самурая? Меня мотивирует то, что я уже за это дело взялся и не могу бросить, потому что не вижу человека, который бы отдавался этому больше, чем я. Ну, то есть вот на последних, в последнем нашем, на последних выборах было 6 кандидатов вместе со мной. А на предыдущих был 21 кандидат. И даже из этих 6 трудно было бы мне сказать, кто из этих людей сегодня, во-первых, знает город так, как я, а во-вторых, имеет те же самые цели, то есть, ну, скажем так, поднять этот город и передать его следующему городскому голове в лучшем состоянии. Вот. Многих из них мы знаем, кого-то мы недавно узнали, ну, скажем так, горожане, я думаю, это дело ценят для того, чтобы не политизировать эту передачу. Скажу, что сегодня я это делаю, потому что не вижу, кто бы это мог делать лучше меня. Рядом со мной есть такие люди, я думаю, что через лет 5 они будут готовы делать это. Помимо сна, какой есть отдых? Может быть, хоть когда-то получается взять отпуск и где-то отдохнуть, путешествовать? Я люблю путешествовать, любил путешествовать до этого, до мерства я был в многих, скажем так, местах, в которых многие мечтают побывать. То есть, я там был на Ниагарском водопаде, в Великом каньоне, там, в Юсимити парке в США был. Уже, скажем так, бывал, я люблю море, люблю океан, поэтому я был и в Атлантическом океане, и в Тихом океане купался. И, собственно, я люблю места, где можно там побыть наедине с собой, с природой, хотя в такие далекие путешествия я обычно езжу с супругой, не без детей, скажем так. Поэтому, если есть возможность отдохнуть куда-то, ехать в отпуск, то, конечно же, я использую максимально, чтобы это было где-нибудь так подальше, где меня не знают просто. За пределами страны? Желательно за пределами страны, где-нибудь, где, ну, будем так говорить, где я могу быть просто человеком, а не городским головой. Ну, какое место нравится больше всего? Вот куда вот тянет? Вот сейчас вот появилась возможность уехать за пределы страны. Куда? Мне очень нравится в Индонезии. То есть я там бывал, я был и в Китае был, был и в Тайване. Кстати, в Тайване попал на такую классную чайную церемонию. Вот. И, наверное, Сингапур классное место. Мне нравится Сингапур и мне нравится Индонезия. Как бы, Сингапур нравится тем, что это, как бы, очень такой технологичный город-страна. А вообще Индонезия как раз из-за того, что там, как бы, природа хорошая, горы, там, такие все интересные места, ну, где можно почувствовать себя тоже, как бы, такой первобытным человеком. А если все границы закрыты, а три дня есть и где-то спрятаться здесь, в Украине? В основном, это, наверное, дома и с детьми. Честно говоря, у меня маленькие дети, ну, как маленькие дети. Дети сыну 7 лет, дочери 10 лет. И, конечно, с ними у меня, как это сказать, очень тяжелое общение. Потому что... Ну, почти нет, наверное, да? Ну, да. В связи с тем, что меня нету, когда мы находимся друг с другом вместе, они, там, периодически, там, балуются, ссорятся, меня это немножко может раздражать. Ну, что я, как бы, люблю, когда все лежит на местах, так все, там, постель застелена, вещи на местах. Когда прихожу и такой, вижу вот этот весь такой детский ураган, то меня это немножко, как бы, ну, выводит из равновесия. Я могу, там, подгаркнуть, там, что-нибудь там сказать. Да что же это за безобразие? Вот. Поэтому, при том, что, если есть время, у нас это время проходит в таком общении, скажем, не каком-то специфическом. Не занимаемся, там, математикой или чтением, или еще так, в основном, просто личное общение. Какие-то уроки жизни, которые, наверное, сегодня детям еще вообще не интересны. Ну, это, наверное, со мной, наверное, не сильно интересно. С ними надо просто тикток снимать. Да, дочь у меня, заядлая, тиктокер. А сын любит играть на компьютере в Роблокс. Он тоже хороший, главное, дочь играет. Да, он постоянно в Роблоксе сидит. И, как бы, вот, просто для него это, он уже стал таким компьютерным, компьютерозависимым. Поэтому мы его дозированно даем, и он готов ради этого все, что сделать. И убрать, и вести себя прилично. Главное, чтобы дали компьютер. Вот те времена, когда 90-е, конец 90-х, начало 2000-х, когда развивалась рок-музыка в Николаеве, они уже, наверное, все-таки закончились. Сегодня действительно рок это, наверное, андеграунд какой-то, который редко вылазит наружу. И Николаевские рок-группы, ну, я не знаю, не могу назвать ни одной сейчас, которая такая известная. Хотя нет, Крылья могу назвать, да, Крылья, они... Наверное, единственная группа, которая еще гельдит по Украине из Николаева. Да, ну, то есть имеется в виду, что сегодня, кроме того, что ты делаешь музыку, ее еще нужно, как бы, показывать, делать, как бы, как бы, не хотели рокеры не попситься, но популярность все равно для того, чтобы тебя узнавали, тебе нужно пытаться раскручивать, раскручивать свою музыку. И делать ее популярно. Черемери еще, ну, я не знаю, играют они сейчас или нет, но... Да, ну, по-моему, тройку лет назад они были популярны, да. По фестивалям они пытались, так неплохо. Коля там, да, их... Мы же с ним начинали когда-то очень давно в этой... Он до сих пор еще и додержался. Да, сейчас занимается этим. А сейчас не отслеживаешь украинскую сцену вообще? Нет, я не отслеживаю, ну, при том, что мне нравится... Еще раз говорю, при том, что мне нравится, как бы, качественная музыка, я считаю, например, что сегодня, вот, Монатик, можно назвать его, как угодно, там, попсовиком, еще чем-то. Но он делает качественный продукт, который качественно отличается от других поп-исполнителей в Украине. По поводу рок-исполнителей, ну, не знаю, как бы, бумбокс. И, как бы, тоже работают в таком поп-роке, да, там, трудно назвать их там. Я не могу назвать там все проекты Михалка украинскими, потому что белорусский рок, но он становится популярным в Украине, потому что тоже очень качественный. И, ну, когда мы приглашали на День города, и Ляпис 98, и просто, как, музыка хорошая, которая мне нравится, плюс сам по себе Михалок очень харизматичный, и его концерты, при том, что даже если здесь не фанаты, они очень запоминаются с его стихами и так далее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!